Всем привет! Вы на канале Дрондом. Это продолжение выпусков про то, как мы путешествовали по Болгарии в прошлом году, летом 2020 года. Этот выпуск про город Варну, как я поехал за рыбой. В общем, очень интересный выпуск и сейчас будет продолжение, потому что эти выпуски надо выпускать. Приятного просмотра! Кто еще не смотрел прошлые выпуски, вот здесь вот подсказочка выскочит и там вы можете посмотреть прошлые выпуски с Болгарией. Ну и поставьте лайк под этим видео и подпишитесь, кто первый раз. Приятного просмотра! Всем привет! Вы на канале Дрондом. И сейчас мы в Болгарии, как вы знаете. Сегодня я хочу съездить на рынок местный, купить рыбы, мидий. По рыбе, кстати, еще не знаю, подумаю. Но я точно куплю мидий, немножко овощей, фруктов каких-нибудь, лимончик. И будем сегодня здесь в окрестностях и вечером это все приготовим, потому что дальше завтра мы уже поедем в другой город. Сегодня у нас как бы такой прощальный предпоследний день здесь. Уже в Варну. Ну тут чисто типичный такой спальний район, не туристический. У нас вот эти какие-то большие панельки, как я понял. Чуть утеплены, мусорки. Все как у нас. Все как у нас. У нас такие вот типичные улицы для этого района. Ну в принципе не сказал, чтобы так все страшно. Обычные уходы, ну чем-то Грецию напоминает. Так, чуть-чуть небрежно, но видать все равно, что следят. И все равно дома в более-менее хорошем состоянии коммуникации. Все нормально. Очень Грецию напоминает мне, как тоже спальные районы Греции. Видите, пройдусь как раз и вам покажу. Ладно, мы заблудаете. Вот мы и пришли. Сейчас посмотрим, что тут есть. МИДИ по 3 лево. У нас вот эти комбала по 5. Я комбалу не хочу. Для нее надо специальные условия. Тут по 3,50 смотри в НИДИЯ. Непрясно. Тарань. На правую ночь 15 килограмм. Я, как всегда, забываю, увлечусь и забываю включить запись. Купил я килограмм МИДИ 3,50 и лаврак купил. Надо каких-то пить зелени и лимончиков. И все. И будем ехать домой. Малина по 5 лево килограмм. Все цены умножайте на 16. Я умножал. Сейчас тут кому надо умножайте на 16. Кстати, в них что арбуз диня. Не знаю, как диня называется, но арбуз написано диня. Что я видел. Так, лучок по 2. Диня, видите? Диня суперсладкая, сочная диня. Только это кого он? Это как у МИДИ. Купил еще там булочек всяких, сливок и так по мелочевке. Все, теперь надо на маршруточку и до дому. Вот такая вот рыба. Вот такая вот рыба. Получилась вкусная. Будем кушать. А на улице дождь. К сожалению, по каместь не гуляем. Поливаем лимончиком. А мы вышли на вечерний поменад. Крико одела платье красивое и сумочек. И идем сейчас прогуляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Опять пришли к отелю некрасивому. Сейчас надо попробовать здесь взлететь, что-нибудь поснимать. Может что-нибудь получится. Сейчас еще темновато, но пару интересных кадров, я думаю, получится. А мы идем домой. Скупились в Лидле. И идем. Трошки сегодня у меня день насыщенный был. Ездил на базар, монтировал видосики. Сейчас еще мидии будем готовить. Так что не переключайтесь. Ну все, мы пришли домой. Сейчас будем готовить мидии. В первую очередь, что надо сделать, это тщательно их помыть. Вот я их уже высыпал в мойку. И сейчас буду их мыть. Я нарезал чесночок. И сейчас его на сковородочку. Чуть-чуть добавил туда сливок. И будем обжаривать вот таком вот. Делать такой соус небольшой. На масле растительном. Ну можно сливочное. Лучше сливочное масло, конечно, использовать. Я добавил растительное масло и сливок. В принципе сейчас будет то же самое. Сейчас чуть-чуть надо обжарить, просто чтобы не поджарилось, а просто чуть-чуть как бы протомилось. Потом вот этот соус выливаем уже к мидиям. И ставим тушиться на минут так 7. Ставим тушиться минут так на 7-10. И уже через минут 5-7-10. Вот смотрите уже как они там начнут раскрываться. Заливаем сливки и еще туда укропчика добавим. Ну что, ребятки. Готово. Идем кушать. Ну не получилось у нас ресторанчики. Ну сделали сами. Вот такой вот у нас целая большая тарелка медий. Сверху лимончик, чтобы поливать соусом. Это так вкусненько. Нам приятного аппетита. Приезжайте в Болгарию. Приезжайте к нам в Болгарию. Будем рады. И мы уже двигаемся на автовокзал. Но у нас, знаете, все так как всегда у нас подвешено. Билетов на автобус нет. Последний автобус через час. Понятно, будут ли на него билеты. Может быть нет. Может уже на него еще нет билетов. Мы же как всегда такие отчаянные ребята. И у нас еще даже нет жилья. Тоже под вопросом жилье наше. Поэтому вот так вот. Ну, мы ребята отчаянные. Мы верим, что все хорошо будет. Вагончики сегодня точно не будем ночевать. Поэтому сейчас двигаемся на вокзал. И едем в сторону Солнечного берега. Или не Сепра. Или в Равде. Ну, в общем, где-то там... В принципе, я пробил пару вариантов интересных. А там будем смотреть по дороге. Пока будем ехать, я решу. Едем сейчас в автобус уже на автовокзал. Еще за проезд взяли. В этот раз с нас один левую за багаж. Ну, в прошлый раз не брали. В прошлый раз прокатило. Так что, знаете, если что, могут взять одну левую за ваш багаж. Ну, а мы приехали на автовокзал. И сейчас идем за билетами. Надеюсь, они будут. В общем, мы купили билет по 12 левов. Это сколько на наш? Это 200 гривен на Солнечный берег. Едем сейчас туда. Вроде там что-то проклевывается по поводу жилья. Там будет видно. Погнали. Сейчас мы пойдем. Нас должны забрать, скорее всего. Панорамные окна в пол. Надо идти. А вот пальмы. Сейчас мы поднимем улевую. Пошли, посыпаем. Едем. Зачем. Почему? Не жалову. Чтобы аркетный берег